Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это третья глава урока по Redshift Render. Предыдущие уроки можете посмотреть в подсказке вверху. Как и обещал, начинаем подробный рассказ о материалах в Redshift. И в этой части поговорим о Car Paint. Естественно, начнем с теории и я расскажу о каждом параметре, который есть в любом из материалов. А затем будет практическая часть и обсуждение более актуальной темы. Использование материалов из Megascans, Substance Painter и так далее. Потому что в нашем современном 3D мире более разумно создавать материалы не с самого начала. А использовать специальные программы, которые ускоряют рабочий процесс. И Ваш заказчик будет доволен сроком выполнения заказа. Но тем не менее, этот процесс остается таким же интересным. Для урока я буду использовать модель из сэмплов Substance Painter. Вы же можете использовать какую-то свою. Так же, как Edge Dry. Если Вы также будете использовать данную жабу, то ее очень легко экспортировать из Substance Painter. Для этого, заходим в меню File и выбираем Export Mesh. Импортируем модель в 3ds Max. Настраиваем расположение, добавляем источник света Redshift Dome. Затем экспортируем HDR из того же Substance Painter. Для этого выбираем нужную из списка в папке Environments. Нажимаем правую кнопку мыши и кликаем на Export Resources. Загружаем ее в Redshift Dome и выключаем отображение фона. В итоге, у Вас будет готовая сцена и можно приступать к настройке материалов. Итак, нажимаем клавишу M, чтобы открыть Slate Material Editor. И создаем материал RS Car Paint. Как Вы уже наверное поняли, данный материал имитирует физические свойства большинства типов автомобильной краски. И обычно в CG, автомобильная краска состоит из трех отдельных слоев. Это пигментный базовый цвет. Металлик, который обычно включает краску с так называемой стружкой или хлопьями. И последний слой это отражение Clear Code в комбинации с эффектом Фринелия. В каждом из слоев есть настройка этого эффекта. Итак, давайте назначим этот материал на модель без изменения настроек. И посмотрим, как он выглядит на рендере. В данный момент мне не нравится экспозиция кадра. Поэтому я немного изменю настройки камеры. В Redshift есть отдельная колонка для этой задачи. Достаточно нажать клавишу 8 и перейти в вкладку Redshift Post-FX. Я временно включил задний фон, чтобы было удобно настраивать экспозицию. Итак, при желании Вы можете загрузить готовый лут или просто сделать настройки вкладки Photographic Exposure. Я добавлю винетку, чтобы фокус зрителя был на нашем объекте. С помощью ISO увеличу значение экспозиции и в вкладке Tone Mapping увеличу контраст изображения с помощью параметра Black Crush Amount. Я думаю, что таких настроек будет достаточно для дальнейшей работы. Первый параметр в Car Paint это Pigment Color. Также у этого параметра есть свой вес, который можно увеличивать или уменьшать. И он обычно равен 0.5 по умолчанию. Pigment Color влияет на цвет краски автомобиля, но нужно учитывать одно единственное правило. Если данный параметр имеет черный цвет, то не будет работать слой с металлическими частицами. Так как обычно они копируют цвет Pigment Color. Естественно, если менять цвет Pigment Color, то будет меняться цвет автомобиля. Тут все очень просто и вес всегда должен быть меньше единицы для физически корректного результата. А после этого параметра идет Edge Fall Off и он позволяет получить интересный эффект на краях объекта. В большинстве реальных случаев, этот цвет всегда черный. То есть эти два значения оставляем по умолчанию. Но творчество на то и творчество, чтобы нарушать реальные законы и получать интересный результат. Я рекомендую просто поэкспериментировать с цветом этого параметра и настройкой Curve. Которая влияет на степень затухания данного цвета по краям. Чем это значение больше, тем ближе к краям данный эффект. При маленьких значениях цвет будет заполнять пространство модели. При этом у Вас станет меньше основного Pigment Color. В общем, решайте сами. Нужно ли изменять этот параметр для достижения художественного эффекта или нет. Идем дальше. Далее следует вкладка Base Layer Specular, в которой настраивается цвет отражения базового слоя. И обычно для получения физически корректного результата, цвет Color в этой вкладке должен быть практически идентичным цвету пигмента. То есть просто копируем его и делаем немного светлее или оставляем таким же. Но опять же, никто не запрещает экспериментировать и допустим, сделать этот цвет зеленого оттенка или любого другого. Все зависит от Ваших конкретных предпочтений. Я думаю, Вы уже заметили, что у этого параметра тоже есть вес и как в случае с Pigment Color, он должен быть меньше единицы для физически корректного результата. Остальные параметры, такие как Glossiness, BRDF и Samples, в большинстве случаев можно оставить по умолчанию. Но опять же, я рекомендую поэкспериментировать с этими значениями, чтобы понять суть их работы. Опция Specular Highlights Only в каждом слое используется для оптимизации просчета отражений. Если это отражение в Base Layer, то остаются только источники света. А остальные объекты исключаются, также и в Metallic Flakes слое. Кстати, демонстрацию следующих настроек я буду показывать на части автомобиля. Так как это более привычно для глаз и его корпус все же более гладкий, нежели у данной жабы. Итак, после основных настроек в базовом слое следуют настройки френелевских отражений. Здесь всего три параметра и каждый по-своему интересен. Facing Reflectivity отвечает за отражение под нулевым углом. Диапазон значений от 0 до 1. Для большинства материалов с отражающим покрытием, этот параметр должен иметь относительно низкое значение для физически корректного результата. Поэтому по умолчанию Facing равен 0,1. Я думаю, что изменяя значение этого параметра, Вы сразу же заметите разницу между 0 и 1. И именно значение равное 0,1 более приятно глазу. Но тут уже зависит от художественного вкуса и поставленной задачи. Я думаю, за что отвечает параметр Perpindicular Reflection тоже понятно. Это значение лучше всегда оставлять без изменений по умолчанию. Параметр, который находится ниже Perpindicular это Curve Factor. И он управляет степенью смешивания между Facing и Perpindicular Reflection. Более высокие значения приводят к более плавному смешиванию. Меньшее значение делает Facing Reflection более активным. Обычно 5 или 10 единиц в Curve Factor достаточно для физически корректного результата. После того, как Вы настроите Base Layer Specular, можно переходить к настройкам Metallic Flakes. Благодаря параметрам в этой вкладке, можно получить разнообразный вид так называемой автомобильной чешуи. Референции которой можно посмотреть в том же Google. Достаточно написать в поиске CarPaint Flakes и Вы увидите много вариантов этого эффекта. В Metallic Flakes есть вкладка, отвечающая за отражение этих частиц и за их проявление. По умолчанию, в Metallic Flakes в Reflection установлен белый цвет. И конечно же, разработчики рекомендуют оставлять его таким. Но для некоторых задач типа градиентного перелива, Вы можете загружать сюда карту или менять цвет на любой другой оттенок. Если сейчас приблизить камеру, Вы пока совсем не увидите данного эффекта. Потому что нужно менять настройки. Во-первых, Вам нужно увеличить глоссинность до 0.8. Затем увеличить значение веса. И таким образом, Вы уже заметите эти частички. Например, здесь. Затем увеличиваем их плотность с помощью параметра Density. И делаем большой размер с помощью параметра Scale. Размер частиц зависит от поставленной задачи. Так как, если Вы посмотрите фотографии в Google, то увидите, что эти частички бывают разных размеров. Поэтому ориентируемся на референсы. Опять же, Вы можете уменьшить глянцевость с помощью Glossiness и также исключить все предметы из отражений кроме источников света с помощью уже знакомого Вам параметра Specular Highlights Only. Далее идут настройки их отражения по формуле Fresnelia. Они идентичны тем, что есть в базовом слое. То есть, если Вы поменяете значение Face Reflection, то и правление частиц под углом поменяется. Также и с Perpendicular и конечно же с Curve Factor. Это все, что я хотел рассказать о данной части. Далее следуют настройки видимости данных частиц, Clear Code Reflection и не менее интересные параметры настроек Bump, о которых уже поговорим в следующей части. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!